Привет, ребята, привет вам из Лондона, привет вам из моего угла. Сегодня 9 июля, время 13.13, температура за бортом 20 градусов тепла. А я хотела бы остановиться на такой теме, как этика. Этика, этика, особенно когда речь заходит об обосах, или когда речь заходит о политике. Этика, вот про этику я сейчас с вами хотела бы остановиться. Хотя некоторые подумают, что, как всегда, Ташу, значит, тут за одно, а ты тут за другое. Я считаю, что это одно и то же. Значит, это относится к кассетным бомбам. Сразу скажу, к решению Америки, к очень сложному решению, которое Америка приняла, о поставке кассетных бомб Украине. И сразу сам Байден сказал, что мы их будем поставлять, потому что уже все выгребли из своих складов. Ту же самую мысль сказали все остальные, кто выгреб. Ну, правда, сказано было, что три страны не сильно выгребали. Это как раз Британия, это как раз Соединенные Штаты Америки, и это как раз Германия. Хотя Германия выгребла больше из этих трех стран. Что касается Британии, то они уже выступили в лице товарища Сунака, что мы не будем поставлять кассетные бомбы на Украину. И также Бербекша тоже самое сказала, что мы не будем поставлять. Нужно сразу сказать, что 111 стран в 2008 году подписали договор, что кассетные бомбы – это опасное оружие геноцида, потому что оно не опасное. Я вам скажу, почему это опасно, сразу, прямо здесь сначала, а потом уже вторую приведу вам довод, почему я считаю, что они не поставляют. Не потому же это у них этика, а потому что совсем другая причина. Я не скажу. А про кассетные бомбы сразу скажу, потому что это мой личный опыт столкновения с этими бомбами, и я считаю, что это оружие направлено в первую очередь против гражданского населения. И что мой личный опыт это показывает демонстративно. Кассетными бомбами мы видели, как бомбили города Советского Союза, немецкие захватчики. В нашем мозгу это давным-давно соединено с вот этим вот Киев бомбили, нам объявили, что началась война, и никто никогда не оправдает применение еще раз таких бомб на территории Украины. Я надеюсь, что это просто были слова. На самом деле эти бомбы не будут поставлены. И вот пример. Пример. Личный пример. Как у моей дочи, я вообще могли, и другие люди могли просто, как говорится, уже давным-давно. В общем, это дело было в Литве в 87-м году. То есть после Второй мировой войны прошло, посчитайте, сколько лет. Больше 40. И общежитие университета находилось, два корпуса находились вдоль, конечно, железнодорожного полотна, но не совсем уже близко, но тем не менее. Это очень серьезная в Шевляе ветка, соединяющая Ригу и дальше на Ленинград. Естественно, это серьезная. Такой поезд был, кто знает, это был Таллинн-Минск. Он шел, и Рига-Львов по этой ветке отправлялся. Ну и, естественно, что во время войны наверняка эту железную дорогу бомбили нещадно. Что, кто бомбил, не знаю, но... Значит, там такой был, знаете, на перекресток, и там на этом перекрестке, ну да, до самого вокзала от нас идти, это было, ну, 200 метров, 250. Напротив вокзала магазин. Вот, продуктовый. Это важно сейчас. И перекресточек. И сюда, значит, на фронт, перед общежитием, такой стоял старенький домик. В нем уже никто не жил. Он был заброшенный. И заросли сирени были очень-очень такие мощные вокруг этого дома. И мы ходили с девчонками, значит, весной, все время там рвали себе сирень поставить в вазу. Вот. Ну и такой еще дом параллельный стоял, тоже жилой. Давным-давно. Такой, в общем, то есть такой довольно серьезный перекресток. Вот. И власти задумали в 87-м году расширить университетские владения и построить там новый учебный корпус. Это было в июле как раз. И у меня в комнате был такой огроменный очень-очень такой подоконник во все окно. Окна очень большие. Современное здание и такие очень большие окна. И подоконник очень широкий. Это тоже важно, потому что мне нужно было сбегать в магазин, купить продукты. Помогать мне было некому. Я была мать-одиночка. Кто это уже давно понял, кто знает, так что. Вот. Естественно. И моя дочь, ей было на тот момент чуть больше полугода, семь месяцев. Оставить ее было мне не с кем. И я ее на горшок посажу. Ну и перед этим она очень любила сидеть там на горшке, на этом подоконнике и смотреть на улицу. Вот. И я ее, ну он очень широкий, кто думает, что она бы могла упасть. Нет, она не могла упасть оттуда, потому что этот, там, я не знаю, 40 сантиметров этот подоконник был. И она, значит, сидела на подоконнике. Я ей говорю, ты сиди здесь, смотри в окно, ты меня увидишь, я буду идти под окнами. А мы с ней, это было выходные, и мы с ней наблюдали в окно. Почему это интересно ей было смотреть, сидя на горшке? Потому что там работал экскаватор и копал котлован под вот этот новый корпус. и он всю неделю его рыл, этот котлован. Значит, рабочие работали, там все, движ такой. И, значит, я побежала в этот магазин и смотрю, что эскаватор на обратном уже пути. Смотрю, эскаватор стоит один, одинешенек. Этого эскаваторщика что-то как-то нету. Куда-то он делся, ну мало ли. Вот. Я бегом, а я рысью туда и обратно. Вот. Купила продукты, бегом-бегом домой, прибегаю. Значит, и дочь моя как сидела, так и сидит на этом подоконнике. Ну, это ушло, я не знаю, 10 минут у меня-то максимум. И, значит, возле эскаватора милиционер появился. Вот. Ну, где-то 20 минут все это дело, наверное, заняло. Ну, милиционер, интересно, эскаватор охраняет, милиционер. вот. А позже оказалось, что, значит, этот эскаваторщик рыл этот котлован, и он увидел, это все в газете было написано позже. И он, значит, смотрит, что у него в ковш попадает бомба. Вот эта самая. Они весом 30 килограмм, он сказал. Она такая небольшая, эта бомба. Ну, она вместилась в ковш эскаватора, он подцепил ее, и там, в этом котловане, были еще бомбы. Я не знаю, сколько их было, ну, допустим, чтобы не очень сильно врать, ну, скажем, три штуки, скажем, невзорвавшихся. Может, их было 30. Ну, по-моему, не больше трех их там было, может, три-пять. Вот. И вот она в ковше у него, и он говорит, в газете это было, он говорит, он так испугался, что он выскочил из эскаватора и побежал. И он говорит, я бегу быстрее, чем вижу и жду взрыва. Ну, когда он отбежал на довольно большое расстояние, это время я в магазин ходила, а дочь моя сидела на подоконнике. Вот. И он понял на полпути, примерно вот там, на этом уровне этого магазина, что тихо, ничего не рвануло. тогда он вернулся, вызвал милицию, милиция охраняла, потом вызвали этих ребят, которые, значит, эти саперы, у нас стояла воинская же часть там, и они там постепенно, постепенно они эти бомбы обезвредили, вывезли. в течение какой-то, в общем, уже не работало, это от эскаваторщика никто. То есть, это постоянно, эти бомбы находят у нас здесь, в Лондоне, постоянно, такие, но они уже большие, авиационные здесь, которые тоже не взорвались, не кассетные, а это были именно кассетные бомбы. Вот, поэтому через 40 лет могла взорваться эта бомба. Поэтому я лично, лично я осуждаю, что Соединенные, блин, Штаты Америки, что украинского президента, который на это решился. Если ты обещал, так сказать, контр-дефенс, и у тебя ничего не вышло, если ты в свое время когда выступал, и вот тут мы переходим плавно к 11 июля саммиту НАТО в Вильнюсе. Очевидно, что когда он выступил на саммите, по-моему, в Бухаресте это дело было, или где там это было, и сказал, что значит, мы хотим вступить в НАТО, примите нас, мы такие все защитники, и когда Путин это услышал, то недаром тогда русские потребовали встречи с американцами, и сказали, мы это все хорошо помним, как они встретились, они с с кем не собирались встречаться, они все там маневрировали, маневрировали, запугивали, запугивали, возле границы, ощеривались, ощеривались, вот, но видят, что дело пахнет керосином, и наверняка уже тогда это было понятно, и когда Сунак говорит, что Россия неспровоцированно напала, это все было в планах, я убеждена, это все было в планах, и когда русские поняли, то что, конечно, Путин сказал, что у меня есть принцип, бей первым, если уже ты понял, что тебя будут сейчас бить, вот, значит, в прошлом году, когда Борис Джонсон вот это вот предлагал свои наглые, что когда Путин приедет куда-то на двадцатку, то давайте мы все вместе устроим ему, так сказать, темную, чтобы он упал, чтобы все увидели, вот, и ха-ха-ха, хи-хи-хи, это все ложится в одну и ту же картину, все это было ложь, что это не спровоцировано, это было спровоцировано, другое дело, что никто не ожидал до самого Вильнюсского саммита, что, ну, как бы, кроме меня, кто сказал единственный, что ничего у вас не получится, ребята, не выйдет, не выгорит, и это не выгорит не потому, что я откуда-то это знаю, а потому, что Бог, как говорится, не позволит такие вещи вытворять, один раз уже было, второй раз не получится, ну, а что у них там получится, мы посмотрим, ну, пока, пока.